Анимация с нуля Я хочу показать тебе следующее Мы с тобой делали цвет Нашему эллипсу Но тут еще есть возможность Сделать градиент Что такое градиент Это плавный переход от оттенка к оттенку Как его реализовать Кликаем по нашему кругу Выделяем его Идем в уже знакомую панель Рядом с цветом у нас перечеркнутый Вот такой вот еще квадратик Это и есть наш градиент Он перечеркнутый Говорит о том, что он сейчас выключен Смотрите, что мы здесь можем использовать Если кликнем по этому квадратику Смотрим на наш эллипс Как он изменил цвета Соответственно, видно по этим ползункам Что здесь темно-фиолетовый Смотрите, я его двигаю И как меняется градиент в нашем эллипсе Соответственно, если мы меняем цвет Выделяем наш ползунок И вот здесь уже выбираем ему цвет Или здесь какой нам нужен Градиент, да, переход Также и нижний Можно также ему придать какой-то цвет Вот, например, вот такой Здесь хорошо подойдет, например, если мы будем делать кнопку И про наведение будет меняться градиент Это будет придавать кнопке объемность Об этом позже, да Также, если вы здесь как-то выстроили градиент Который вы будете, например, часто использовать Чтобы каждый раз его не выстраивать Вот по плюсику, видите Я заполнил, как бы взял себе в палитру Уже этот градиент Чтобы следующему элементу Я вот сюда просто кликну И градиент здесь встанет сразу Уже с нашими настройками Также, обратите внимание Вот на этот вот кружок Если я зажму мышку и, смотрите, двигаю Я меняю, как бы, угол нашего градиента Вот я сейчас кручу А вы смотрите на эллипс Видите, как я меняю градиент Вот представьте, что вот это все дело Это можно анимировать Задать скорость, остановку и так далее Если это нужно Что здесь с градиентом есть еще? Например, радиальный градиент Я сейчас кликнул по квадратику И посмотрите, откуда у нас идет градиент У нас в середине светлая, а по краям темная Соответственно, сразу появляются оси X и Y За которым я могу двигать Видите, да? Как я меняю середину Соответственно, по этой оси Двигается, видите, да? В общем, здесь можно подстроить Как вам нужно Смотря какие у вас тут цели Ну и давайте попробуем Сделать анимацию Нашему градиенту Я, например, хочу Чтобы, например, у нас Изначально было вот такое положение Положение градиента А потом, как бы, вот эта светлая область Плавно перетекла И заняла все Вот этот вот Весь наш круг Все вот это наше пространство Нашего круга, да? Значит, оставляем Если изначально положение Мы делаем такое Значит, оставляем вот сейчас Как есть В пустом месте кликаем Давайте удалим Прежнюю анимацию Вот смотрите Вы удалили всю анимацию А у нас, как бы, круг Исчез, да? Если вот у вас так же произошло То просто обратите внимание На левую часть Нашей программы У нас с вами Опасити прозрачно Стоит на нуле Просто Прибавляем ее на 100 И она у нас здесь Появляется вновь Итак, давайте Продадим анимацию Градиенту Все то же самое Значит Эти Два инструмента У нас включены Ставим еще пин Делаем, например Три секунды И на третьей секунде Кликаем по Градиенту Значит Мы берем белый Светлую область Да? Вот смотрите Я просто тяну его вниз И у нас Все занимает Как бы Как я и задумывал Да? Все пространство Более светлым оттенком В пустом месте Кликаю У нас прорисовалась Анимация Просмотрим ее Видите? Вот Чтобы лучше было видно Давайте Чтобы она Немножко побыстрее шла Уменьшим скорость И вот Что у нас Получилось Да? Давайте Сделаем еще Быстрее И придадим Какой-нибудь Интересный Эффект Наша Анимация Так Не подходит Ну вот Какой-нибудь Такой Вот так вот Градиент Меняет Анимацию Да? Так Смотрите Что я вам еще хочу Показать Смотрите Выделяем Вот так вот Анимацию Правой кнопкой Мыши Копии Это мы копируем Двигаем ползунок В конец Анимации Мышкой Вот здесь Где-то Кликаем И нажимаем Past Вставляем Мы сейчас Скопировали Анимацию Ну что у нас Получилось Как бы Такая анимация Смотрите Что можно Сделать дальше С той анимации Которую мы скопировали Правой кнопкой мыши Нажимаем Вот это Invert То есть Мы перевернули Как бы Анимацию И в итоге У нас получается Вот такая вещь То есть Понятно Да Как бы Просто Перевернули Анимацию А вот еще Какой момент Если вы Что-то Тут сделали Не так Что-то Сдвинули Как отменить Действие В программе Идем В верхнюю Нашу панель Нажимаем Edit И вот Первое Вот это Английское Слово Это Отменить Наши действия Или Горячие Клавиши Ctrl Вот я Несколько раз Нажал И Анимация Которая Скопировала И исчезла Так Какие возможности Еще есть У нас Теперь С обводкой Вот мы С вами Выбрали Solid Давайте Кликнем По этому Выпадающему Списку И смотрите Что здесь Есть еще Выбираем Нижнее Значение Смотрите Что у нас Получается Или Вот такая Вещь И смотрите Какую Я здесь Придумал Интересную Анимацию Которую Сейчас Я вас Научу Мы с вами Еще не Разобрали Анимацию Такую Как Rotate То есть Это Поворот Чтобы Задействовать Анимацию Rotate Видим Вот Здесь Вот Такой Вот Элемент Например Вот Где 0 Ставим 360 У нас Встал Здесь Ключевой Кадр Так Уберем Пока Рамку Сделаем Как Она Была Вот Опять Видите Создался Создался Ключевой Кадр А Вот Удобнее Когда Анимация Сразу Прописывается Как Нам Нужно Экономить Время Для Этого Давайте Ключевой Кадр Удалим Поставим Пока 0 Чтобы Анимация Сразу Прорисовалась Как Я Уже Говорил Берем Пин Двигаем На тот Уровень Сколько Хотим Чтобы Проигрывался Наш Например Ротейт Здесь Ставим 360 Градусов У нас Теперь Здесь Прописался От 0 До 360 Видим Да Но Мы Сейчас Не Увидим Ничего Потому Что У нас Круг Чтобы Увидеть Этот Ротейт Давайте Сделаем Разрозненную Нашу Границу И Видно Да За счет Вот Этого Вот Смотрите Потом Торможение Смотрите Крутится И тормозит Немножко Назад Немножко От этого Зависит Вот этот Эффект Который Мы Выбрали Понятно Да Здесь Просто Играетесь Выбираете Какой Другой Эффект И Смотрите Который Вам Больше Подойдет Следующий Эффект Который Хочу Вам Показать Это Как Чтобы Наш Круг Из Середины Как Бы Появлялся Как Увеличивался Значит Ставим Ползунок На 0 Ставим Пин Смотрим Вот сюда Вот Трансформ Видите Где Стоит Вот эти Значки 100% Вот Этот Вот Рядом Цепочка Вот Замочек Можно На Кликнуть Это Чтобы Как Бо Сохранение Пропорции Вот Как Она У вас Умолчание Есть Лучше Так И Оставляйте То есть Кликаем Вот По Сотне Ставим 0 У нас Проставляется 0 И Здесь И Здесь И На Первых Кадрах Видим Наш Эллипс Исчез Да Вдвигаем Его В Конец Анимации Опять Ставим Выделяем 0 И Ставим Здесь Обратно 100 Нажимаем Enter Анимация Прописалась И Что У нас Получается Вот Такой Вот Эффект Следующее Что Я Хотел Показать В Этой Трансформ Панели Вот Смотрите Рядушком Вот Такой Элемент Если Я Тяну Мышь Смотрите Как Меняется На Шелеф Да Вот Смотрите Чтобы Вы Просто Знали Что Есть Такая Функция И Также Здесь Меняется То Если Нужно Это Где То Использовать Чтобы Вы Знали Ставим Тут 0 Вот Видите Сейчас Я Двигал У Нас Прописался Здесь Ключевой Кадр Вот Если Вы Что То Двигать Экспериментируйте Чтобы Куча Тут Не Налезла Всяких Ключевых Кадров Но Здесь Вы Удаляете А Вот Здесь От Отключаете Наши Элементы Анимации И Здесь Можете Играться Что То Двигать Смотреть Как Работает И При Этом Здесь Не Будет Прописываться Ключевые Кадры Следующий Элемент Который Я Вас Хочу Инструмент Точнее Который Хочу Вам Показать Это Transform Tool Кликаем По Нему И Смотрите Как Приобретает Какой Вид Наш Элипс Что Здесь Можно Например Чтобы Вы Знали Вот Видите В И Примещаем Например Вот На Этот Угловой Квадратик Если Я Мышь Навожу На Противоположный Квадратик Вот Рядом До Тех Пор Вожу Здесь Пока Не Появилась Рядом Такая Круговая Стрелочка Теперь Зажимаю Мышь И Просто Тяну И Смотрите Как Он Двигается Не Вокруг Своей Оси А Вот Там Где Поставил Эму Эту Точку То Он Двигается Вокруг Этой Точки То Если Нужно Например Что То Такое Анимирует Чтобы Движение Было Вот Такое То Вы Уже Знаете Как Это Сделать Соответственно Если Она В Центре То Движется Вот Так То Есть Также Тоже Самое Ротейт Задаем Если Поставить Здесь Будет Двигаться Вокруг Той Точки Также Вот Наш Круг Я Не Показывал Можно Сделать Прозрачным Отключаем Градиент И Где Был У Нас Красный Цвет Я Вот Здесь Вот Этот Крайний Ползунок Опустил До Прозрачного И У Нас Получилась Как Бы Только Рамка Остальное Все Прозрачное Я Сменил Центр Нашего Эллипса И Смотрите Какая Получилась Анимация Вот Такая Интересная Анимация Получилась Если Где-то Это Нужно Использовать Такой Вид Анимации То Пробуйте Смотрите Творите Следующий Инструмент С которым Я хочу Вас Познакомить Это Клиппинг Тул Он Очень Хорош Если Делать Например Покадровую Анимацию Ну И В других Во многих Случаах Он Может Пригодиться Вы В дальнейшем Поймете Как бы В чем Прелесть Этого Инструмента Он Вот смотрите Когда я его Здесь на шкале В панели Инструментов Выбрал Появилась Такая Вот Зеленая Рамочка Вокруг Вокруг Если Я Наведу Мыш И За Какой Ползунок Потянул То Он Видите Что Делать Он Как бы Обрезает Картинку Но Он Как бы Не Совсем Обрезает Мы Можем Ее Вернуть На Первоначальную Позицию Да Но Просто Если Это Где-то Нужно Смотреть Что Можно Сделать Вот Например Мы Делаем Половину Как бы Круга Берем Наш Transform Tool У нас Теперь Половина Круга И Например Так Центр Выставляю В середину И Например Вращаю Вот Если Это Нужно Например Заанимировать Вот Такую Вещь Мало Того Можно Анимировать Именно Можно Анимировать Именно Как Был Клиппинг Tool То есть Прямо Появление Например Было Вот Так И Это У Нас Вращается Давайте Попробуем Заанимировать Предыдущую Анимацию Давайте Удалим Чтобы Не путаться Если У вас Объект Исчез То Вот Здесь Transform Выставите 100 Давайте У нас Он Сделает Один Оборот Включаем Нашу Анимацию Делает Один Оборот Анимация Смотрите Прописалась Да Двигаем Пин Двигаем Пузунок Еще Далее Выбираем Наш Инструмент Делаем Вот Такую Вещь Двигаем Прописалась Анимация Видите Еще Да Двигаем Пин Двигаем Пузунок Теперь Выбираем Transform Tool Опять Прокручиваем Опять Двигаем Пин Двигаем Ползунок Выбираем Clipping Tool И здесь Возвращаем Полную Нашу Картинку И Также Еще Можно Сделать Rotate Поворот А Но Здесь У нас Не будет Видно Потому Что Она У нас Круглая Если Только У него Будет Например Вот Такая Вот Рамка Да Вот И Что У нас В итоге Получилось Давайте Посмотрим Видите Да И Там Немножко У нас Проиграл Градиент В общем Сами Подумайте Здесь Предел Фантазии Нет Где Это Можно Использовать Например Где-то В баннере Я не знаю В общем Сами Посмотрите Я вам Показываю Какие Возможно Есть А вы Подумайте Сами Как Это Можно Будет Использовать Так И Давайте Дальше Удаляем Наш Эллипс Смотрите Есть Еще Такие Вот Элементы Rectangle Tool То Можно Сделать Квадрат Прозрачность Мы Убирали Поэтому Возвращаем Ее На место Берем Какой Цвет Здесь В принципе То же Самое Можно Делать Различную Анимацию Ну Вот Как Пример Покажу Выбираем Наш Этот Инструмент Так Выбираем Включаем Pin Двигаем Наш Ползунок И Какую Анимацию Можно Здесь Задать Значит Вот Смотрите Мышкой Нужно Как Подхватить Вот Маленький Квадратик И Тянем В середину Где-то Вот так Чтобы Более-менее У нас Был Круг Просто У нас Неровный Квадрат Был С равными Сторонами Поэтому У нас Не Получается Сейчас Сделать Ровный Круг Круг То есть Сначала Сначала Делаем Ровные Стороны Квадрату Тогда Будет Круг Ровный Отпускаем И Получается Вот Такая Анимация Смотрите Оп То есть Вот Таким Вот Образом Давайте Все же Сделаем Ровные Сторон Квадрату Удаляем Анимацию Вот Видите Обратите Внимание Чтобы Например Вы нарисовали Квадрат И Как Задать Ровные Стороны Смотрим В левую Часть Вот В эту Панель Например 250 Ставим Пиксели Разжимаем Цепочку Вот Здесь Вот И Ставим 250 Теперь У нас Равные Стороны Берем Наш Инструмент Ставим Ползунок На 0 Включаем Пин Двигаем Ползунок Двигаем В центр Наши Ползунки Получается У нас Ровный Круг Вот Таким Вот Образом Когда У нас Выбран Инструмент Transform Tool Смотрите Что еще Можно Сделать Помимо Поворотов И Сдвигания Вот Этих Ползунков В центр Если Я Навожу Например На Боковой Ползунок Когда Появляется Вот Такая Стрелочка То Можно Двигать Вот Так Вот Наш Элемент Или Снизу Понятно Что Вот Эти все Действия Также Можно Подвергнуть Анимации Думаю На этом Этот урок Можно Заканчивать Надеюсь Вы Из этого Урока Подчерпнули Для себя Что-то Интересное И Еще Напоследок Что я Хочу Сказать Как Например Сохранить Проект Например Вы Работали Он у Вас Еще Не Закончен Вы Продолжите Например На Следующий День Его Делать Но Для Нам Нам Нужно Нужно Все Дело Сохранить Идем В Панель Файл И Save As Вот Видите Где Написано Нажимаем Выбираем На Компьютере Папку Куда Вы Это И Сохраняем Но Если Вы Потом Немного Еще Поработали Создали Что То Еще Создали Анимацию И Нужно Сделать Еще Одно Сохранение Более Новое То Я Вам Советую Каждое Новое Сохранение Делать В Отдельную Папку Не Надо Делать В Одну Папку Чтобы Пересохранялось Не Стоит Лучше Делать В Отдельную Папку Все Сохранения На этом Уроке Все Дело Сохранения Дело Субтитры создавал DimaTorzok